Узнать происхождение человека по варежкам или чулкам. Необычный мастер-класс прошел в Центре народного и декоративно-прикладного творчества. Ремесленница из Сыктывкара научила местных мастериц искусству вязания коми-узоров. Буквально полвека назад по рисункам на одежде можно было определить род и статус человека. Сейчас традиции возрождаются. Четыре спицы, моток шерстяных ниток, немного терпения и пара варежек готова, говорит Анастасия Боярская. Национальные коми-узоры требуют усидчивости и внимательности. Собьешься со счета и орнамент уже не тот. До сегодняшнего дня я вообще узоры такие не любила. Почему? Мне было неудобно вязать двумя нитками. И мне казалось, что это слишком кропотливо и оно того просто не стоит. А вот сегодня, вчера, благодаря этому мастер-классу я полюбила это вязание и буду теперь вязать. Геометрические и растительные, однотонные и цветные, мужские и женские. Мастер коми-ремесленной палаты Татьяна Кострева говорит, разновидность узора на вязаном изделии зависела в первую очередь от района, где проживал человек. Так, выжми узоры очень ярких тонов и на тёмном фоне. Орнамент напоминает северное сияние в полярную ночь. В южных районах, где много солнца, преобладает красный цвет. Они в основном узоре эти применяют в варежках, перчатках. Раньше перчатки вообще не вязали, только были в варежке, носки на носках, на погалинках, которые когда вяжут длинные носки. И главное, что было раньше, ярче всегда вязали мужчинам. Мужчины больше ярче любили, красивее любили, а женщины более блеклые были рисунки. Ну а сейчас наоборот стало. Мужчины вообще почти не носят, только на концертах вот этими костюмами. А женщины даже по улице ходят, носят у нас в Сыктывкаре, поверх сапог даже одевают. Именно желание возродить традиции рождает спрос на подобные мастер-классы. Рукодельницы округа интересуются ремёслами, которыми владели ещё их прабабушки. Сегодня очень возраст интерес к народной культуре, к тому, чтобы сделать своими руками и носить, и дарить своим родным и близким что-то, что сделано своими руками. В скором времени у мастериц появится возможность объединиться. Этнокультурный центр планирует открыть клуб декоративно-прикладного творчества народа Коми. Продолжение следует...